всем привет у микрофона даниил добро в этом видео я вам расскажу про российскую персону систему alt linux в данном случае я поставил alt linux рабочая станция к что значит что данный дистрибутив имеет рабочий стол kde plazma а это один из самых красивых нетребовательных к ресурсам рабочих столов и достаточно продвинутый рабочий стол он мне нравится он похож на персону систему windows и поэтому я его выбрал я также запустил тут игру супер карт которая тоже вполне хорошо работает на данной системе и также при этом я параллельную записываю через образ студия и моя встроенная графика вега 8 на процессе 2019 года вполне с этим справилась вот конечно не обошлось без ошибок и проблем на данном дистрибутиве к сожалению все таки достаточно он еще немножко сыроват в некоторых местах не знаю с кем это связано почему нельзя собрать пакеты например skype и zoom под этот дистрибутив если те что есть нормально не ставится то есть скачиваемся в сайт они не стараются также я не смог почему-то установить приложение из флэк пак пакетов этом если вы не знакомы с линуксом это универсальные пакеты которые можно ставить на любой дистрибутив линукс независимости от того какие пакетные менеджеры там используются то есть это отдельный такой репозиторий пакетов или магазин пакетов как вам понятненький и я задал вопрос на форуме может мне ответит и я потом покажу как все это дело настроить чтобы она работала потому что там на самом деле самые свежие версии пакетов и они везде работают всех дистрибутив линукс одинаково но мы перейдем к установке запускаемся с плешки нам нужно уметь заходить bios если в данном случае я захожу через клавишу f12 загрузочный меню bios после чего загружается вся система с флешки засекают таймер примерно больше всего останавливаться 15 минут ну максимум может 20 максимум потому что система не такая уж прям тяжелая хотя по весу имеется ввиду загрузочной флешки сколько тогда информации будет записано довольно много почти как для windows но это не значит что если этот дистрибутив линукс тяжелее чем большинство других выбираем язык раскладку клавиатуры все очень просто как и в убунте в линукс минт то есть добиан подобных дистрибутивах то есть на основе бунту там у всех у них такой установщик принимаем лицензию конечно на все соглашаемся можно и конечно еще прочитать ладно потом выбираем часовой пояс выбора выбираем страну все типично при установке виду с примерно те же самые вопросы только тут замечу что даже чуть по продвинуть и установщик чем на windows потом выбираем все таки ручную разметку вручную потому что если у вас конечно пустой диск можно выбрать автоматическую но я все-таки предпочитаю все ставить вручную чтобы точно быть уверенным что все поставилось правильно вот дальше что мы делаем дальше мы будем выбирать раздел на диске нажимаем далее и выбираем раздел на диске на который будем ставить систему нам нужен раздел для системы и раздел для файлов систем также нам нужно поставить флаг на первый загрузочный раздел ну если у вас чистый диск вам нужно создать этот загрузочный раздел тоже как я сейчас буду создавать корневой раздел не создают все одинаково загрузочный раздел всего лишь нужно 100 мегабайт у меня дальше сейчас будет баг у меня нет системы не установится то есть убираем раздел x4 дальше вводим там название том и все такое ну и соглашаемся выбираем корневой раздел то есть это обратный слэш вроде называется да кстати при создании раздела можно выбрать вес то есть размер этого раздела потому что если вы ставите на чистый диск нам скорее всего придется выбрать размер раздела вот примерно там ушки в рассчитать если вдруг там не сможете правильно выставить данные сохраняются после того как вы нажмете на кнопку далее так что можно будет вернуть все обратно и заново попробовать поставить и после чего нам нужно выбрать раздел еще для хранения файлов home в данном случае просто поставлю флаг home потому что у меня там уже хранятся данные надо на этом разделе я хочу их сохранить смотрим чтобы не было галочки на форматировать если вам нужно форматировать удалить все данные с данного раздела то можно ее нажать и последнее что мы вставляем это загрузочную область это у нас по 32 в данном случае так как у меня компьютер новый то это у нас юфи и загрузчик по моему ставить имеется ввиду на линукс на файловую систему тфс не рекомендуется потому что данные файловую систему он как-то плохо дружит насколько я так знаю во всяком случае я не пробовал ставить на файлу систему windows то есть интерфейс мне там где вот интерфейс на вписано это разделы минус так что вы их сможете так определить если вы вдруг боитесь что-то не по затереть после чего мы жмем далее проверяем все все система будет устанавливаться на диск ну и выбираем нужные нам приложение программы я думаю тут тоже все легко можете выбрать как у меня если вам набор понравился но у меня выдала ошибку я потом сейчас заново буду показывать как все это устанавливать а Вот, перезагружается компьютер, запускается все у нас снова с флешки, у вас может не с флешки запуститься, надо будет заходить опять за грузчатый меню, выбирать флешку, в случае если у вас что-то возникнет, какая-нибудь подобная ошибка. Вот. И теперь я все буду ставить так как нужно, у меня все будет работать нормально. Система установится и все будет работать, каких-то проблем не возникнет. Так, вот у меня загрузился с флешки, убираем, кстати перед установкой советую зайти в Live SD режим, то есть это второй, после пункта запустится система с флешки, вы сможете проверить все ли там работает, например Wi-Fi обязательно проверьте, потому что иногда бывает не определяется Wi-Fi модуль, а без Wi-Fi ноутбуком пользоваться как-то, мне кажется, будет неудобно. Если у вас конечно ноутбук, если у вас конечно просто компьютер и у вас нету даже Wi-Fi модуля, то ну все равно лучше проверить. В общем все то же самое, ставим те же самые галочки, как и в первый раз. Ну вот теперь я буду немножко по-другому размечать раздел. Выбираем сразу раздел выручную, я тут решил попробовать другого выбрать, но он выдал ошибку, что недостаточно места. вот у меня не было не размечено в области, вот так вот. После того как мы выбрали нужный нам режим ручной, будем ставить данный дистрибутив. Снова размечаем диск, снова ставим флаг на root раздел, то есть корневой, где хранится система. В этот раз я его просто форматирую и ставлю на него еще раз данную систему. Вот я удалил раздел, потом заново его создал. Оставил все галочки по умолчанию, поставил метку тома одну букву и соглашаемся все это оставить. Ну, точка монтирования у меня корневая файловая система. Убираем также загрузчик, boot, ufi и home все у меня вот так выглядит. У меня там рядом Windows стоит и соответственно у меня столько разделов. После установки у меня будет и доступен Windows и данный дистрибутив Linux, российский, так сказать, Alt Linux. Выбираем программы, что вам нравится, можете выбрать как у меня и после чего начну с установка. После установки нужно будет иметь имя и пароль, все это нужно записать на всякий случай, чтобы не забыть. потом, потому что когда вы будете уже заходить с диска, там будет запрашиваться этот пароль и это имя. Имя нужно будет ввести всего один раз, а потом уже все автоматически сохранится. вводить повторного не нужно будет, ошибок при установке теперь у меня нет и всего лишь прошло нет и 12 минут и потом там уже будет 18 минут и уже полностью все установится. но в целом все ставилось без ошибок, потом когда все установилось, мы перезагружаемся, вынимаем флешку, либо заходим в загрузочное меню, как я сейчас это буду делать при мигании заставки Windows захожу в загрузочное меню. сейчас мы поставим сначала пароль, тут ставим по умолчанию UFI, который он нам предложил, потому что у меня UFI загрузчик, но по-моему он из лишь группчивого, у вас там все по умолчанию и скорее всего будет правильно стоять. У меня ноутбук новый, поэтому все стоит правильно. Если у вас какой-то старый, возможно, надо будет Windows выбирать. Тут тоже соглашаемся, это нам не особо интересно. если что, это потом можно настроить уже после, сколько систем будет установлено. И тут мы вставляем пароль, чтобы там посмотреть, что вы там понаписали. Можно будет нажать просто на стрелочку, справа она находится, и покажется пароль. Сейчас я это покажу, как это работает. Все довольно просто, как мы видим. Ставится вот, видно пароль. Все, мы его записали, например, на бумажку, чтобы потом что ввести и не забыть ничего. В данном случае лучше все-таки везде ставить пароли, чтобы точно все нормально работало. Потому что Linux как-то обычно мало кто ставит без пароля. Можно еще, кстати, поставить галочку автоматический вход системы, если вы не хотите при начальной загрузке ставить, ну, вводить пароль. Ну, я тоже это как-то делать не рекомендую. Если это вы, конечно, если вы живете там в полном одиночестве, то, конечно, никто не будет трогать, ну, как бы, ну, все равно, в данном случае, мне кажется, лучше ставить пароль просто для безопасности. Тут у нас тут ссылки на сайт, ну, не знаю, зачем они тут сделаны, уже интернет сейчас не подключен, как я их открою. Ну, ладно. Далее нажимаем, система перезагружается. Сейчас надо будет вынуть флешку, либо зайти в загрузочное меню и там уже найти данный, ну, как бы, дистрибутив, который уже становился на основной диск, который вставлен в ноутбук, где хранятся все файлы, системы и так далее. Вот, захожу в загрузочное меню, выбираю, видно флешку, и чтобы не перепутать и не запуститься снова с флешки, я ее вынимаю. Конечно, делать так не очень, наверное, хорошо, но в самом сейчас же система не загружается с флешки. Вот видите, загружаюсь, и вот тут у меня и Windows виден. Видите, Windows 10 у меня стоит, по-моему, на ноутбуке еще. Замечу, что потом я отдельно проверял, запускал через этот загрузчик Windows, все прекрасно работает, все быстро запускается. То есть, все стало прям вот идеально в этом плане. Тут мы вводим имя пользователя и пароль. Вон, как мы видим, наверху имя пользователя написано, если вы вдруг не заметили или плохо написали, то вот наверху оно написано. Вводим повторно и пароль. После чего нажимаем Enter либо на стрелочку. Все, система загружается довольно быстро, кстати, тут сейчас все без ускорения. Показано вон, система загрузилась почти мгновенно. Ну, примерно как Windows. То есть, причем, замечу, что в прошлое здесь берете Linux, например, KDE не он все-таки, мне кажется, загружался медленнее. Не знаю почему, но мне так кажется, что он загружался, ну, хотя бы там на 2 секунды медленнее примерно, как мне кажется. Заходим в настройки. Если у вас вдруг плохо что-то с отображением, там, графика, что-то как-то, какие-то фрезы вы замечаете при передвижении окон, при воспроизведении видео. Вот вам рекомендую справить эту проблему. Можно проявить монитор, везде ли правильная частота стоит. И перейти к эффектам. Сейчас я покажу где это. И нажимаем здесь на низу кнопку применить, если вы что-то изменили. Вот. Выбираем обеспечение эффектов. И выбираем пункт. В общем, полная прорисовка. Выбираем пункт. И обязательно нажимаем на кнопку внизу применить. После чего, у нас тут немножко медленный экран. Проверяем. Окно не фризит. То есть, никаких артефактов нет. Вот. Значит, все стало нормально. И система полностью работает. Подключаемся к Wi-Fi. И ставим обновление системы. Чтобы все пакеты у нас были максимально свежие. То есть, новые. Вот. Соглашаемся. Автоматические обновления. Там вводим пароль root, который мы задали. И после чего происходит установка этих пакетов. Просто ждем какое-то время. Пока это все установится. После того, как все это установится. Нужно будет перезагрузить в компьютер. Так как обновление, скорее всего, достаточно серьезное. И лучше перезагрузить. Чтобы все точно нормально работало. На этом у меня все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. До встречи в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok